Слово Божие И как-то незаметно это Божье присутствие Это Божье умиление Приходит в нашу внутренность Исцеляет нас, утешает нас И мы такие счастливые И мы такие утешенные И так благодарны Богу Слава Иисусу Христу Я не думаю, что кто-нибудь пожалел, что сегодня пришел на это место И в действительности Я думаю, вы знаете, братья и сестры Что последние события, которые мы слышим Они не могут пройти мимо нас И мы думаем, Боже мой Как все в действительности в этом мире непрочно Как все шатко То, что казалось, чем норма Вдруг все может измениться в одно мгновение В одно мгновение И ну раз мы думаем Мы можем иметь какой-то security в этой жизни Потому что мы в этой стране живем А не потому что живем в Украине Или в Сирии Или еще где-нибудь Но Библия говорит нам Что когда будут говорить Мир и безопасность Внезапно постигнет их пагубу Где можно найти это место В действительности для нашей жизни безопасное На что можно положиться За что можно ухватиться Чтобы быть спокойным Интересно псалмопевец говорит Живущий под кровом Всевышнего Под сенью всемогущего покоится Говори Господу Прибежище мое И защита моя Бог мой На которого я уповаю Аллилуйя Единственное место В этом мире Где бы ты ни находился На Красной площади Или в Белом доме В какой бы другой столице Но единственное место Это жить под кровом Всевышнего Под сенью всемогущего Ибо только Его десница Его могущество Может даровать нам Подлинный покой Хвала Иисусу Христу Я смотрю на вас и думаю Вы радуетесь или верите Что я вам говорю Или думаете Что я это придумываю Это в действительности так Слава Иисусу Христу Аллилуйя Я сегодня хотел проповедовать Я благодарен братьям Прежде всего старшему пастору Петру Моисеевичу И всем братьям Виктору Которые сделали мне это приглашение Для меня это честь Я вас многие знаю У меня нету время Представиться Я многих вас знаю Смотрю на веб-сайт Благодарение Богу Что вы делаете труд И многие могут слушать Чудесные гимны Служения Проповеди И все что здесь происходит Во славу Господа Итак если у вас есть Библия Откройте вместе со мной Деяния апостолов Одиннадцатая глава Мы прочитаем здесь Четыре стиха Одиннадцатая глава Деяния апостолов Начинаем читать С пятнадцатого стиха Когда же начал я говорить Сошел на них Дух Святой Как на нас вначале Тогда вспомнил я Слово Господа Как он говорил Иоанн крестил водою А вы будете крещены Духом Святым Итак Если Бог дал им Такой же дар Как и нам Уверовавшим в Господа Иисуса Христа То кто же я Чтобы мог Воспрепятствовать Богу Выслушав это Они успокоились Прославили Бога Говоря Видно И язычникам Дал Бог Покаяние В жизни Я знаю что Большинство из вас Прекрасно знает Событие Которое описывает Здесь нам Лука Это событие После того Как апостол Петр Посетил Дом Корнилия Язычника И все что там Совершилось И каким-то образом Он еще не успев Дойти в Иерусалим Я вот как-то Однажды задумался Как уже там узнали Телефонов не было Ну Не телеграфа Ничего Когда он туда пришел Его же собрали Братья Собрались из обрезанных И стали предъявать Ему претензии Почему ты был С ними Почему ты ел с ними И Петр Начал рассказывать По порядку Каким образом Он там оказался И здесь он Действительность Очень удивительный Стэтмент И сделает И я эту проповедь Хотел назвать Как на нас В начале И Петр говорит Когда я начал говорить Сошел на них Дух Святой Как на нас В начале И мы все с вами знаем Где это начало О котором говорит Апостол Петр Это не только начало Апостола Петра Но это начало Но это начало И для тебя И для меня Потому что Именно там Родилась церковь Господа нашего Иисуса Христа И независимо даже От тех людей Которые признают Или не признают Что пережил Корнилий Или Петр Но все говорят Начало церкви Это был День Пятидесятницы Интересное еще заявление Тогда вспомнил я Слово Господа Как он говорил Иоанн Крестил водою То есть там сначала Он говорит в 15 стихе Сошел Дух Святой Потом он говорит Это крещение Святым Духом Потом он говорит Это дар Бог дал им Такой же дар Как и нам И лишь после этого Обратите внимание Братья и сестры После этого Эти благочестивые иудеи Выслушав Успокоились И пришли К такому заключению Видно И язычникам Дал Бог Покаяния в жизни Что убедило этих людей Они знали Что все обетования Которые были даны Их отцам Они принадлежат иудеям И для того Чтобы ты разделил Вместе с ними Эти обетования Ты должен стать Иудеем Но в этом случае Этого не произошло И они были Поэтому возмущены И они были в недоумении Но когда Петр Сказал Что обетование Святого Духа Излилось на них Точно так Как на нас Вначале Тогда только Они пришли К убеждению Вау И язычникам Дал Бог Покаяния в жизнь То есть смотрите Их убедило Что вот это явление Обетование Ветхого Завета Излияние Духа Или крещение Духом Или принятие Духа Есть условия Для того Что вместе с ними Разделить Обетование Вечной жизни Давайте мы Немножко обратимся Эта страница Нажат Лишь вспомним Несколько стихов Из того Что был этот За удивительный человек Который воздействовал На историю церкви Или которого Бог употребил Для того Чтобы совершить Такие великие Поменять такие Представления Иудеев О спасении О вечности Об обетованиях Которые были Только для них Потому что Как мы знаем Из Писания Апостол Павел Говорит В 9 главе Послания Римлянам Что принадлежит им И во 2 главе Ефесянам Говорит Напоминаю Кто были Мы Итак Писание Говорит нам В 10 главе С 1 стиха В Кесарии Был некоторый муж Именем Корнили Сотник Из полка Называемого Италийским Благочестивый Боящийся Бога Со всем Домом Своим Творивший Многом Милосты Народу И всегда Молившийся Богу Сегодня брат Говорил Передо мною О той жизни В которой он был Или о его друзьях Которые были В той жизни Насколько они были Жестоки Насколько они были Суровы Потому что Те условия В которых они Работали Поневоле Сделали их Сердца такими Как вы думаете Как вы думаете Какое было Состояние Сотника Римской Армии Римская Армия В которой Почиталась Только Доблесть Могущество Победы И в этом Они видели Свою славу Они победоносно Прошли Они сметали Все царства На своем пути И чтобы быть Там сотником Я думаю Что он во многих В этих войнах В этих битвах Прошел Он много чего Видел в своей жизни И вот каким-то Образом Судьба Закинула его Эту Кесарию Каким-то образом Библия нам не говорит Но этот человек Стал Чтущим Единого Живого Бога Израилева Библия Называет его Боящимся Бога Если вы знаете Из истории Были две категории Среди язычников Которые уже Так или иначе Примекали К обществу Израильскому Были Прозелиты Праведности Которые полностью Обращались В иудейство Принимая обрезание Все остальные Их постановления И были Прозалиты Враб Как их называли Они верили В основные Нравственный закон Нравственный закон Еврейского писания И они верили И они верили Мессианские Надежды Евреев И Библия По-другому Их называет Вы можете Посмотреть Где вы хотите В других Источниках Библия Еще по-другому Их называет Боящийся Бога И это Несколько раз Мы встретим Потом в Священном Писании И так Корнилий Был в числе Тех Которого Называли Боящийся Бога Со всем Домом Своим Творивший Много Милостыни народу И всегда Молившийся Богу Вы знаете Мы много раз Слышали об этом Но сколько Из нас В действительности Хоть один раз Глубоко Задумались А что вообще Могло поменять Сердце Этого Война Он же Он же пришел туда Как захватчик Он же понимал Вот эти люди Которые Иудеи Вокруг него Это ничтожные Это Те Которые Не относятся В их понимании К славе Могуществу И силе Они Порабощенные Что могло Изменить Сердце Этого Человека Ангел ему До этого Не являлся Единственное Другого Мы не можем Найти Слово Божие Он слышал Слово Божие И Слово Божие Могло Поменять Этого Человека У него Даже не было 66 книг Которые мы Сегодня с тобой Имеем Он не знал Еще о благодати Он не знал Еще о любви Он не знал Еще о Духе Святом Но Слово Божие Которое иногда Нам кажется Наверное Оно не имеет Такой силы Тем более В Ветхом Завете Оно не имеет Наверное Такого влияния Мы сегодня Мы сегодня Под благодатью У нас сегодня Благодать изменяет Мы рождаемся Свыше А что изменило Этого человека Он не просто Учитель рисования Или музыки Он был воин Он был офицер Который Я верю Прошел суровую Жизнь И вдруг Оказавшись там Это Слово Божие Которое Он приходил Слушать Вседагогу Поменяло Его сердце И Библия говорит Он стал боящимся Бога Со всем домом Своим Больше того Он всегда молился Богу И творил Много Милостыни Слава Иисусу Христу Братья и сестры И что удивительно Дальше Все что связано С этим человеком Я каждый раз Когда возвращаюсь К этому писанию Я удивляюсь Все что с ним связано Все удивительно И вдруг В один момент Этому человеку Является Посланник Неба И засвидетельствует То что Лука Уже описывал Молитвы твои И милостыни твои Пришли на память Пред Богом Братья и сестры Представьте себе Те вещи Которые может быть Нам кажутся Такими обыденными Ну мы привыкли К ним Ну там милостыни Ну там молитвы Оказывается они Приходят в определенное время На память Пред Богом И Бог реагирует На это И является ангел К нему И говорит Вновь Опять Удивительное Заявление Молитвы твои Милостыни твои Пришли на память Пред Богом И так пошли Людей в Иопию Призови Симона Называемого Петром Он гостит У некого Симонова Кожевника Которого дом Находится При море Он скажет тебе Слова Которыми спасешься ты И весь дом Вновь удивительное Заявление Нам казалось бы Если бы Бог Обо мне так сказал Если бы ангел Мне сказал Что твои молитвы И твои милостыни Бог их видит И они приятны ему И вдруг ангел ему говорит Пошли За человеком Которого зовут Симон Он придет тебе Скажет слова Которыми спасешься ты И весь дом твой И так он посылает Благочестивых воинов Они отправляются Искать этого Симона Кожевника В это время Там Петр находится Он проголодался Дома там внизу Готовят пищу Он поднимается Наверх И естественно Он наверное Он поднялся туда Помолиться Ну эти запахи Написано Библия говорит Он почувствовал Сильный голод Знаете Трудно сосредоточиться На молитве На поклонении Когда ты голодный И запах оттуда идет Все уже готово Жариться Париться И в это время Опускается Скатерть Самобранка За четыре угла Вот так Держит ее Опускается Перед Петром В самый момент Его голода И он когда посмотрел И голос Петр Закали И ешь Деликатес Я представляю Как его Иудейская душа Взвыла Господи Никогда Не входило Ничто Нечистое В уставы Трижды Приходит Апостол Петр Видит Видение Дух Святой Говорит К нему И Петр Отправляется С ними И когда Они входят Опять удивительное Место Я хочу вам Прочитать Десятой главы И когда Петр Входил Двадцать пятый стих Корнилий Встретил Его И поклонился Пав К ногам Его Я не думаю Что Корнилий Поклонился Так как Язычники Поклоняются Людям Но Он понимал Но он чтил Он понимал Что этот человек О котором Засвидетел Ему Ангел Знает Слова Которыми Спасется Он И весь Дом Его Какое Благоговение Он Выразил Братья Сестры Давайте Так подумаем Иногда Мы приходим В Дом Божий Нам уютно Нам приятно Нам поют Наши детки В собрании Детском Музыка Хоры Группы Как мы Реагируем Приходит Наше сердце Слушай А чем я лучше А чем лучше Мои дети Они сегодня Не на Майдане Они сегодня Не в Донецке Они сегодня Не в какой-то Опасности Они сегодня В доме Божьем Под кровом Всевышнего Под сенью Всевогущего Какая милость А что мы думаем Мы лучше Или мы чем-то Это заслужили Нет Потому что Он Простер Мы не знаем Мы не знаем Как это объяснить Помните Мы один гимн Старины поем Мы многое не знаем Как он нас Достиг Как он Как он нам Озарил Как он нам Открыл Но мы одно знаем И мы верим Что наш спаситель Он это делает По своей милости Не потому что Мы сделали бы Что-то для него Такое Что его могли бы Удовлетворить Потому что Бог сотворивший мир И все что в нем Он будучи Господом Небо и земли Не в рукотворенных Храмах живет Не требует Служения Рук человеческих Абсолютно Ни в чем Не имеет Нужды Абсолютно Бог абсолютно Ни в чем Не имеет Он во всем Абсолют Ни один из нас Не может быть Таким положением Ни один из нас Мы все зависим От него Самые богатые люди Рано или поздно Сознают Самые властительные люди Цари и вельможи Сознают Если не в этой жизни То придет момент Когда они осознают Это и преклонятся Пред именем того О котором Писание говорит Преклонится Всякое колено Небесных Земных И преисподних И всякий язык Будет исповедовать Что Господь Иисус Христос В славу Бога Отца Я знаете Как-то Дух Святой Положил мне на сердце Я не знаю Почему Вот так положено Да вот проповедники Знают Когда Дух Святой Внушит И я бы Может не хотел Эту мысль отметить Но тем не менее Отмечу ее Вы знаете Иногда мы должны Поблагодарить Бога То что мы привыкли Как будто бы Мы заслужили Или как будто Это нормально Что мы приходим в дом Божий Здесь тепло Здесь уютно Здесь нас любят Здесь нас увещевают Здесь согревают Наше сердце Здесь нам поют Нам служат И Дух Святой Касается нашего сердца Но думаем ли мы Что Как мы должны Быть благодарны Богу Что иногда Мы должны Наверное Подойти И сказать Этим братьям Вы знаете Мне так хорошо В этом доме Я благодарю Я благодарю За вашу заботу Подойти Директору хора Сказать Вы знаете Мне так приятно Я прихожу иногда В этот дом После работы Расстроенный Чем-то Разочарованный Чем-то Но эти гимны Которые поют Они утешают Мое сердце Или сказать Этим людям Которые Какой-то день Когда ты отдыхаешь Сидишь Готовишь ужин Он приходит Дом Божий Для того Чтобы репетировать И потом Чтобы спеть Во славу Господа И чтобы наше сердце Умилялось Не правда ли Братья и сестры Ведь мы сидим здесь Не для того Чтобы выставлять оценки Мы сидим здесь Потому что Бог нас удостоил Милости Слушать живое слово Которое дарует нам Спасение Где в этом мире В каком месте В каком университете В каких зданиях В каких других местах Вы услышите То Что сегодня Бог проговаривает К нашим сердцам Глаголы Вечной Жизни Итак Когда Корнили рассказал Петру Петр был удивлен И сказал Что воистину Во всяком народе Боящийся Бога И Восступающий по правде Приятен Ему И начал проповедовать Возвещать об Иисусе Христе И 43 стихе Говорит О нем Все пророки Свидетельствуют Что всякий Верующий В Него Получит Прощение Грехов Именем Его Когда Петр Бога Привлек Мы с вами Хотя Хотя Никогда Не могут Показать Ни одного Местописания Но мы С вами Должны быть Апологетами То есть Апологетика Заключается В самом простом Определении Так Почему я знаю То во что я верю Есть Истина Потому что Мне сказали Родители Потому что Я вырос такой Или родился В такой семье Мои мама и папа Мои дедушка и бабушка Были Но Может быть Когда-то Это было достаточно Но приходит Время Когда мы Должны Сказать В этом мире Я верю Там Потому что Об этом Говорит Его Неизменное Вечное Слово Хвала Иисусу Христу Вы Думаете Что Вы знаете Что Приходит Время Мы Живем В этом Времени Когда Это Слово Подвергается Еще Больше Будет Подвергаться Нападкам Таким Объяснением Умных Теологов Богослов Которые Найдут Места Писания Которые Не могут Истолковать Тебе И скажут Но Это было Остановлено Но интересно Петр Говорит В день Пятьдесятницы Когда произнес Свою проповедь И когда Люди Сердца Которые Пронзенные Этим Словом Они В таком Изумлении В таком Страхе Что нам Делать Братья Другими Словами Есть ли Надежда Мы Его не Узнали Мы От него Отказались Отвергнули Которые Говорит Есть Покайтесь Докрестится Каждый Из вас Своими Иисуса Христа Для прощения Грехов И получите Дар Святого Духа Ибо Это Принадлежит Вам Детям Вашим Как Насчет Внуков Как Насчет Правнуков И не Только Им И всем Дальним Кого Не призовет Господь Бог Наш Алли Удивительный Наш Царь До самого Последнего Момента Он Дает Эту Возможность Людям Обрести Это Дар Это Покаяние В Жизнь Вечную Присполнено Твое Сердце Благодарности Сегодня Что Ты Запечатлен Святым Духом Присполнено Твое Сердце Как Петр Говорит Что Принявшими С нами Равно Драгоценную Веру Что Ту Веру Которую Принял Петр Который Ходил С Иисусом Ту Веру Которую Принял Матфей Лука И все Остальные Которые Мы Находим В Новом Завете Мы С Тобой Приняли Равно Драгоценную Веру И Она Сделала Из Нас Новое Творение Петр Говорит Вы Некогда Были Не Народ А Ныне Народ Божий Непомилованные А Ныне Помилованные Слава Иисусу Христу Возлюбленные Наше Время Приходит Чтоб Преклонить Свои Колена Возвысить Свой Голос Прославить Того Кто Достоил Нас Такой Милости Принять Такую Драгоценную Веру Которую Несет Жизнь И Бессмертие Хвала Иисусу Христу Склонимся Для Молит Благодарю Благодарю Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok